Мы должны только работать и работать, а счастье это удел наших потомков. Кажется, тем, кто это не знает. Ну, конечно, тем, кто не знает, это как раз в трёх сёстрах и сказал. Вы ставили плесу. Да, я считаю, что это мне привалило большое счастье, попытаться объяснить, почему это самая пермская плеса. Потому что, вы знаете, почему не получаются три сестры в Москве? Я задаю вопрос всегда. Нина Герланова рассказывала об этом. Да, потому что они уже в Москве, им куда стремиться? Какое? Им только в Париж. Вы знаете, что есть продолжение, попытка написать три сестры, и тогда они уже в Париже. После революции. Да, печальное, потому что уже всё, понимаете, уже всё написано, дальше двигаться некуда, они прописаны. Надо работать и работать. Я согласна. На сегодняшний день, к сожалению, именно как раз первая часть этой цитаты, в замечательный мой взгляд цитаты, страдает больше всего. Потому что люди не хотят работать, хотят получать деньги, даже за творчество. Раньше без денег работали. Творить, дали бы сыграть, дали бы поставить, а теперь сколько стоит, а сколько дадите, а сколько заработаем. Это немаловажно, жизнь такая, я понимаю. Но работать-то ведь по многим направлениям. Во-первых, тут разговор, надо быть профессионалом. Когда сейчас, на сегодняшний день, куча дилетантов наступила. И не только, простите, в сфере театра. Куда не пойдёшь, это те выпускники, которые не знают, как учились. Это те врачи, которые не знают, от чего нас лечат. Педагоги, которые не знают, как учить наших детей и внуков. У меня уже внуков во втором классе. Хотя мне повезло, у нас учительницы старых кадров. Но программа-то какая сумасшедшая. И так, куда ни кинь, везде клин. Так и порой в театр приходит молодой человек. Он может быть и очень способен, очень талантлив. Будь это драматор, будь это режиссёр. А с хорошими амбициями, не вопрос. Но у него абсолютно нет опыта и представления о том, что такое театр. И самое главное, он уже отринул все его традиции и опыт. И он начинает велосипед изобретать. А представьте, каковы людям, которые рядом уже давным-давно на автомобилях ездят. А он квадратное колесо ищет. А они что-то читают вообще, вот эти студенты театральные? Ну вот, по крайней мере, я со своими студентами воюю. Я заставляю их читать. Но вот на сегодняшний день, так уж случилось судьбой, что я стала зав. кафедра режиссуры, мастерства актёров. Хотя очень много лет возглавляла и мой учитель, Виктор Внашкирев. Мы получили новые стандарты образования. У нас теперь был бакалавриат. Так вот, представляете, у режиссёров нет предмета литературы. Как это так? И это не мы, это не министерство. Нам говорят, пожалуйста, если вам надо, за счёт своих предметов, режиссуры, мастерства актёров, штатки литературы. И что мы делаем? Конечно, мы думаем, как дать возможность людям изучить литературу, драматургию, понимаете, теорию какую-то произведение, чтобы мы не читали. Люди же вообще не читают. Профессиональную литературу. Мы раньше ехали в Москву, и первое, что привозили, вы думаете, шмотки. Мы книги тащили из Москвы. Сейчас есть всё в интернете, все тексты. А вы знаете, скажу не всем. Вот очень долгое время у меня было много претензий по специальной литературе, которая и темам, которые... Ну, сейчас получше стало с этим. Но даже когда мои студенты пытаются меня обмануть, кидаются в интернете, типа, я сам написал работу контрольную, иногда даже поленятся ссылочку, а там ведь ссылки, всё, они отпечатают, издают. Я говорю, ну хоть бы не позорились, хоть бы взяли, убрали. Авторство-то ведь найти можно сейчас. Хотя, да пусть так, хоть бы почитали. Поэтому я... Ой, работать, работать. Работать надо, работать, работать надо, просто не покладай рук. Работать над собой и работать на будущее. А Лешинин сам-то работал вообще? Чем он занимался, я не помню. Матьеон был, командир был. Ну да, но, по-моему, они только пьянствовали. Нет, это вам так кажется. На самом деле, почитайте поединок Куприна. Вообще есть такая фишка, говорят, хотите узнать Чехова, почитайте, ну да, ну три сестры, почитайте Куприна, потому что быт артиллеристов, а Чехов очень правильно там всё написал, и у меня было даже несколько открытий по этому поводу, потому что, на самом деле, очень непростой и очень занятый там человек, солёный, между прочим. Когда он выходит, говорит, одной рукой я поднимаю пять или даже шесть пудов, вернее, два пуда, а двумя пять или даже шесть. Отсюда я делаю это, что два человека сильнее, чем там три. Долго думала я, и потом поняла, что речь идёт о снарядах. Между прочим, у них учения, а потом бригаду перебрасывают. А вы знаете, что такое перевеска с квартирой на квартиру, да? А тут целую бригаду артиллерийскую, кто-то на барже. Вы думаете, это всё так, а учения, осмотры. Это вам кажется, чтобы техника была в порядке, это большая работа. Он ведь только вечерами сюда приходит, в этот дом, где раньше, ну просто знакомые ему жили, раньше был офицерский клуб. Потому что в этом городе его не было просто. У нас же, когда говорит Маша, раньше у нас собиралось по 30-40 офицеров прежние времена. А потому что в доме отца, который купил прозоров, и был как раз вот тот клуб, где могли обитать их. Это было вечером всё. Это кажется, что они только пили. Хотя всякое было, был период... Почему у Чехов создающие, что его герои вообще ничего не делают, не работают, не только сидят, пьют чай? Я же начала с этого разговор, да. Вот если ходят люди, разговаривают, пьют чай, в это время рушатся и суть. Рушатся и суть, да. Так вот я начала с этого разговора. Что то, что буквально написано у Чехова, надо же разгадать, а что за этим? Ведь мы с вами тоже ходим, и разговоры, и разговоры. А в это время вы работаете, вы ждёте кого-то, к вам должны приехать или вас подвели, вы расстроены, у вас рушатся ваши судьбы. А мы с вами просто разговариваем. Чехов очень в этом плане гений оказался. Он записал, скажем так, верхний поток, да. Он его как ребус оставил нам, да. Мы должны разгадать, казалось бы, о чём-то там, о бессмысленности, да, о бренности. Всё равно же всё кончится, уйдут полки, и останемся мы одни, Оля, говорит. Поехали в Москву, говорит Ирина. Поэтому... Да они не хотят в Москву. Смысла нет. Ну я на эту тему не буду спорить, что хотят, не хотят. А просто если бы не было даже этой мечты, всё равно бы они постарели. Всё равно бы Ольга стала... Давайте про вас. Вы хотите работать. Про ваши гранты. Про Астафьева, про весёлого солдата. Ну это просто вообще, я скажу так, вот я вообще тоталистка, и я верю, что ко мне материал приходит всё время откуда-то отсюда. И я могу честно сказать, никогда бы не подумала, что взялась бы я за Астафьеву. Я боялась этого страшно. Это было в своё время, во времена моей юности, материал, в котором мы все просто умирали. И вдруг такое. Я понимаю, что прошло время, и стали то, что раньше делали, рассказы, лирику какую-то, ману. Тем более время такое, когда стали забывать о главной победе нашего общества, допустим, о юбилею, да, в данном случае победы. И возникла необходимость прикоснуться, то есть, если делать, когда вдруг возник российский грант, мы первое, о чём стали думать, надо же предложить такое, кто никогда ничего не делал. А Астафьеву это наше, вот в данном случае, этого не делал никто никогда. Были какие-то пьесы, шли постановки, но это ведь мало. И вдруг, понимаете, цитата у него, и всё равно правду во имя знает только Бог. Один Бог её знает, потому что, когда читаешь проплятый вид, это просто жить после этого. Я хочу почитать, я читала ещё. А мне... Вы знаете, что в интернете эта книжка стоит, по-моему, на четвёртом месте в литературе 20 века в электронной библиотеке популярности у читателей. Популярности, потому что после этого я почему назвала спектакль «Весёлый солдат», взяв другое произведение, потому что я вдруг увидела, что все эти произведения объединяет один герой Лёшка. Ну, в данном случае, Шестаков мы его назвали, потому что он прообраз автора молодого мальчика, прошедшего через страх и сумевшего выжить. Мне не просто проклятие и смерть, да, проклятые и убитые. Мне обязательно хотелось делать так, что человек, он должен жить. Вот это чеховское «надо жить», «надо жить», я постоянно его оставиво слышала. И я соединила несоединенные почти две части, два произведения огромных и несколько рассказов, которые напитали очень важные для нас эпизоды, сложили для меня, вот такое я говорю, у меня мурашка до сих пор, я год не могла вернуть, вот уже прошел, весной, да, скоро, вот ощущение, что мы, я с войны, долго, как говорила Ксения Гашева, автор пьесы, инсценировки, инсценировки, да, потому что, это не просто, это пьеса, она из многих произведений, инсценировка по одному произведению может быть, а здесь очень много, это пьеса, она говорит, я из окопов не могу выйти, я когда выползла из пьесы, я поняла, что я как будто вот фронт прошла, потом мы постали, я поняла, что такой судьбой. А скажите, а вдова-то успела посмотреть? Нет. Ни спектакль, ни текст? ее уже не было в живых, мы работали, но у Ксении Гашевой, до этого с ней был контакт, и добро на этот материал она имела, то есть вдова разрешила ей как бы вот воспользоваться наследницей, то, что планы на эту тему были в игре, она имела право на издание книги. Вот тот самый грант, который на сегодняшний день так и не воплощен у нас, это четыре книги, которые в рамках юбилея надо было города выпустить, и они выпустили, одна из них была книжка «Остатливая». И вот тогда она получила добро. Как она решилась на это? Она же все-таки не мужчина, не знаю, прошедший там, не знаю, Афганистан, вы знаете, что могу сказать? Она, видимо, тогда, первый бой был, когда она собралась книгу издать в нашем издательстве. Просто Ксения, на самом деле, очень серьезный литератор, драматург, журналист. Могу сказать, во всех ипостасиях в ней очень острый мужской ум, несмотря на то, что она очень маленькая, хрупкая женщина, и большое мужество. И хочу сказать, что когда... Вот я не знаю, кто кого тут поддерживал, потому что, с одной стороны, директор нашего театра, Марина Аркадьевна Зорина, которая нам предложила через грант осуществить этот спектакль. Дальше наш... Мы написали грант, заявили, а дальше надо было отвечать, а последнее уже пала на мои хрупкие плечи массовка, где... У меня столько, по-моему, мужчин там. На сцене было 38 человек, на эти женщины. Много. У меня еще студенческий курс там. Все парни. И поэтому, конечно, на войне, как на войне, мы уже вошли туда, в эту историю, надо было как-то пройти. Вы их куда-то возили, что-то им показывали? Кроме репетиций, тем молодым парням. Первым делом мы им показали документальный фильм, то есть «Мне добрые люди». Ну, это, знаете, тоже момент судьбы такой фильм оказался, где еще сам Астафия говорит как раз об этом, обо всем и идут кадры хроники. Был потрясающий фильм, сделан. И ребята, я не помню, сколько по времени он шел, минут 40, по-моему. Вот после этого я увидела, что они поняли, ну, во-первых, надо было прочитать, проявиться, то есть первооснову. Потому что ты же себе представить не можешь, как оно выглядит, вдруг тебе показывают хронику. И сам сидит автор, сам Виктор Астафьев сидит и говорит, и рассказывает из первых уст. Вы понимаете, получилось такое счастье. Возить не надо было. Надо было посадить, включить, и спасибо как бы средствам, вот на сегодняшний день, которые нам это позволяют, технически, чтобы люди вышли другие из аппетитационного зала. А дальше мы уже общались, мы смотрели. Я могу сказать одно, я могла выкопать на собственной даче. Допустим, какую-то железяку, в данном случае, допустим, бидон, в которых раньше керосин. Реально ее, вот какие были за керосином. И притащить, как реквизит. Я старалась находить, им привезли форму, то есть, как бы, шинели. И ходили сразу в шинели. И недалеки разовые собаки не поняли, какие это килограммы. Вы понимаете, элементарно, они даже многие не ходили в армию с троевого шага, не знают, команды, не знают. А говорить о фронте без вот этих вещей невозможно. Но там на этом построено, что они все как пацаны ничего не знали, поэтому кто как винтовку, там это все и вошло в спектакль, потому что вот этот момент привыкания, обучения. А если бы, магическое, если бы вы оказались в этой ситуации, и вдруг они начинают понимать, что это все непросто. О ваших секретах режиссерских поговорим в следующий час. Да?